Владеющий миром Субтитры подогнал «Симон» Фильм, который вы сейчас увидите, я думаю, что он все-таки у нас сделан сотворчески, вот все, ребята. Все собрались здесь по очень близкому, такому теплому, домашнему поводу. Вновь встретиться с теми ребятами, которых мы по праву можем считать до сих пор так и непобежденными чемпионами мира. Даниила Собченко, Юрия Урчева. В январе 2011 года они бились за звание чемпионов мира среди молодежных сборных, который мужественно защищал наши врата на том чемпионате. Это Дмитрий Шикин. Я хочу, что вы поприветствовали. Мне очень повезло проходить с ними такой юношеский путь. Это и сборная регионов, и сборная России. И вот как-то мы всегда были очень близки. Нам очень повезло, что эти ребята были рядом с нами в тот момент. Спасибо. Спасибо большое тебе, Дмитрий. Спасибо. И большое спасибо за то, что мы до сих пор чемпионы мира. Да, ребята? Это отдельно. Это отдельно. Сейчас я хочу представить наших гостей. Это Юлия Андреевна Шкаленко, президент фонда «Женщины России». И Алексей Иванович Хижняк, управляющий партнер фонда «Женщины России». То, что вы делаете, это очень важно. И для нас, для фонда «Женщины России», и лично для меня большая честь, что вы передаете от поколения в поколение ту историю, которая будет идти передавать, как есть, как было и со стороны спорта, и культуры. Я думаю, вы на этом не остановитесь. Это большой пример. Это наша гордость, наши дети. И это пример для наших будущих спортсменов и наших детей. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Лена, Павел, спасибо вам огромное за ту работу, за то, что вы делаете. Потому что, я думаю, не секрет и для любого ярославца, и для любого человека, который неразрывно связан с хоккейным миром, пример хоккеистов Ярославского локомотива и память о ребятах, это то, что, наверное, является таким внутренним стержнем для тех, кто идет в хоккей, кто занимается хоккеем, кто дальше играет в хоккей, кто ориентируется на тех ребят, которые остались в нашей памяти. Уважаемые друзья, добрый вечер. Спасибо, что мы здесь сегодня собрались с вами. Я думаю, что то, что мы увидим на экране, есть смысл показывать нашим детям. Мы начали сейчас с проекта федерального уровня. Мы обоимся России. Будем работать с молодежью, со здоровыми, с ребятами, с девчонками, достигшими каких-то результатов. Автор музыки нашему фильму – это Игорь Тальков. Отец, в общем-то, до того, как он стал тем, кем он стал, у него было в паспорте написано «Умру, но стану хоккеистом». Игорь Тальков. Попойтесь миром, спасибо за игры.